Дорожные преображения в регионе продолжаются. Слой разбитой дороги для начала нужно снять. Уже скоро здесь будет просираться новое асфальтовое покрытие протяженностью около 1600 метров. Процесс трудоемкий, но результаты ожидаются масштабные. Два тротуара, дорожное полотно шириной 7 метров и ливневая канализация. За капитальное благоустройство взялись пару дней назад. Последний аккорд – укладка асфальта. Но до этого нужно подготовить основания – выровнять, расчистить, убрать. Преобразование радует не только самих жителей улицы, но и всего города. Безымянная улица простирается от Демченко до мусульманского кладбища. Далеко расположена школа, дорога которой не была оборудована тротуаром. Помимо дороги здесь заменят 29 ветхих деревянных столбов на бетонные. Далеко от Демченко до мусульманского кладбища. Три единицы тяжелой техники и около 10 рабочих. На этом этапе больше и не требуется. Ремонт водяных сетей уже завершен. Ахмед Мархиев живет на этой улице почти 60 лет. И все это время они испытывают проблемы с ливневыми стоками. Однако скоро все это останется в прошлом. Постоянный поток больших грузов и ремонтные работы водяных сетей в итоге привели к разрушению дороги. Теперь занимаются ее реанимированием. Штители улицы не раз обращались в администрацию города. Затем и главе Ингушетия. После чего руководством региона были предприняты все необходимые меры. Улицу заложили в бюджет города на 19-й год. На данном участке предусмотрены работы по асфальтированию, по укладке ливневки, по замене газовых сетей, по необходимости благоустройства данной территории. И предусмотрена укладка тротуара в брусчатке. Теперь грузовым форам въезд сюда будет воспрещен. Для них организуют специальную объездную дорогу. Весь фронт работ планируют завершить за месяц. И возможно тогда безымянная улица будет названа Народная. Зелимхан Калоев, Идрис Эжиев, Адам Далаков. Новости 24.